Всем привет! Это рубрика Технофрэш. Все о техно-новинках. В этом выпуске «Полет на воздушном шаре» компания из США готовится отправить в стратосферу первых туристов. Worldview — это компания из Аризоны, которая долгое время пыталась найти коммерческое применение неуправляемым воздушным шарам, называемым стратолитами, из-за своей способности достигать стратосферы. Теперь же Worldview всерьез задумались о том, чтобы освоить сферу космического туризма. Воздушные шары на самом деле не могут летать в космос, но они могут подниматься достаточно высоко, чтобы кривизна Земли и мрак космоса были отчетливо видны стороннему наблюдателю. Компания надеется, что программа, в рамках которой массивный воздушный шар поднимает пассажирскую капсулу на высоту почти 30 километров, позволит передать участникам ощущение почти космического погружения. Общепризнанной границей космоса является линия Кармана, которая расположена на высоте 100 километров над уровнем моря. Воздушный шар по факту не улетит в космос, что не мешает компании пиарить свое предложение в секторе космического туризма. Каждое место в капсуле Explore на 8 пассажиров будет стоить 50 тысяч долларов, что заметно ниже, чем у доступных на сегодня аналогов туристических космических полетов. Еще одним преимуществом является время, поскольку полеты в стратосферу продлятся от 6 до 12 часов. Это позволит 8 пассажирам и двум членам экипажа наслаждаться видом и даже принимать участие в небольшой вечеринке. Однако прелести невесомости испытать не выйдет. Пассажирская капсула будет включать удобные откидные сиденья, высокоскоростной доступ в интернет, камеры наблюдения за землей и телескопы для наблюдения за звездами, а также другие удобства, среди которых ванная. На борту будут подавать еду, напитки и специальные коктейли. Компания планирует запуски своих аппаратов с пассажирами из мест, которые имеют важное культурное и историческое значение для землян. Первый запуск состоится в штате Аризона, недалеко от Большого Каньона. Также в планах запуски из Австралии, недалеко от Большого Барьерного Рифа, в Кении, Норвегии, Бразилии, Монголии, недалеко от Великой Китайской Стены и Египта, недалеко от комплекса пирамид в Гизе. Еще одно преимущество связано с физической доступностью. Мощный запуск ракеты с ощутимыми перегрузками будет заменен плавным подъемом в стратосферу и мягкой посадкой на землю. Животные ПВДри также будут допущены к рейсу. Вы просмотрели рубрику «Технофреш» — все о техно-новинках одной строкой. Если вам понравилось видео, то подписывайтесь, ставьте лайк, оставляйте комменты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...